Конфликт на скорой помощи Бейска между сотрудниками и руководством длится уже несколько месяцев. Еще перед Новым годом фельдшеры и водители стали замечать, что на вызовы к ковидным пациентам, за которые идут немалые надбавки, как они сами говорят, отправляют лишь избранных. У наших местных диспетчеров есть определенный, так скажем, черный список. Это те люди, кто неугодны, ну, сегодняшнему, так скажем, положению, кто не согласен с этими делами, их заносят в черный список. Так эти люди, они лишаются не то, что ковида, они лишаются каких-то вообще преференций, то есть заработка дополнительного, понимаете, они сидят на ставке на обычной. Ну и плюс еще давление на них оказывается моральное. А ведь у медиков можно понять, выплаты за работу с ковид-пациентами могут достигать 25 тысяч рублей. Это существенная прибавка к небольшой зарплате. Однако главный врач не согласен с претензиями своего коллектива. В случае ковид-19 уменьшились, обеспечить все бригады равномерно невозможно. В феврале месяце был издан другой приказ, где было определено количество бригад. Но в феврале у нас вообще мало вызовов стало ковидных. И вы знаете, что уже ковидные госпиталя закрываются, и второй готовится под закрытие ковидный госпиталь из трех существующих на территории Бийского округа. Количество бригад было резко уменьшено. Туда попали в ковидные бригады люди. Это не я выбирал, не начмед. Спустились со старшими фельдшерами, которые составляют графики, которые непосредственно знают, людей с ними работают гораздо ближе, чем мы. С ними переговорили, они нам дали списки этих людей. И из них была составлена ковидная бригада. Критерием отбора было это либо переболевшие люди, чтобы не было повторных случаев заборожения, либо те, кто уже сделал прививки. Непонятная ситуация, как считают работники скорой помощи, сложилась и с выплатами, которые положены работникам сферы здравоохранения, переболевшим ковид-19. На сегодняшний день в Бийске 90 сотрудников станции скорой получили выплату. Однако есть и те, кто на официальный больничный не уходили и, возможно, перенесли ковид бессимптомно. Косвенно это подтверждает наличие антител в крови. Страховая сумма, страховая премия – это 70 тысяч рублей. Ее получить можно в том случае, если будет мазок положительный, ну и, соответственно, какое-то истечение болезни. Дело в том, что некоторое время мы мазок в принципе не сдавали, потому что у нас станция скорой помощи не заключила с ними договор, а мы сдавали только кровь. А мазка нету, значит и выплаты нет, соответственно. У нас некоторые люди уже обращались и в прокуратуру, и в Москву писали, и тоже вот как-то пытаются добиваться правды, но по одному не получается ни у кого. Вот решили собирать подписи и обращаться вплоть до президента. Для получения выплаты существует особая процедура, утвержденная на федеральном уровне. Одно из главных требований – официальный больничный сотрудник с подтвержденным диагнозом COVID-19 – важен и факт работы с коронавирусными пациентами. На этом основании формируется комиссия в составе инженера по охране труда, главного врача, председателя, представителя медицинской организации, где он лечился, и представителя ФСС. И они коллегиально решают по тем документам, которые предоставила медицинская организация, имеют ли данные не только по этим документам, но и по документам, подтверждающие факт работы в данном медицинском учреждении, подтверждающие факт работы с коронавирусным больным, именно в период, когда мог заболеть сам сотрудник организации. Вот это является основанием для выплаты. Сотрудники станции скорой медицинской помощи уже написали обращение с просьбой разобраться в ситуации в Министерство здравоохранения края и страны. Кроме того, они намерены привлечь прокуратуру. Ксения Цапко, Андрей Сегаев. Будни.